МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В полиции, как и у всех, сейчас полицейских, началась в 2011 году с реформы МВД. А вообще пришел я в МВД в марте 1997 года. Начинал, как и многие, с должности инспектора ДПС здесь, в Ноябрьской госсоинспекции. То есть вы знаете эту всю работу, будем так говорить, прямо изнутри? Практически, да. И как вы считаете, какими качествами должен обладать инспектор ГИБДД? Что основное? По моему мнению, сотрудник ГИБДД, как и любой сотрудник полиции, он должен быть, во-первых, принципиальным. Во-вторых, сотрудник должен обладать повышенной стрессоустойчивостью. Это что немаловажно, потому что ситуации бывают разные, разные участники дорожного движения. То есть само составление административного протокола – это в коей мере конфликт с участником дорожного движения. Поэтому стрессоустойчивость играет немаловажную роль. Ну и, конечно, объективность принятия решений. А вот вы сказали о конфликте, да, неком? Когда все-таки у нас не все автолюбители, да, не будем скрывать, наверное, все не жаждут встречи с автоинспекторами, правильно? Вот почему? Ну, как сказать «не жаждут»? Смотря с каким инспектором. Если с инспектором ДПС, то, наверное, не жаждут. Потому что, в принципе, внимание инспектора ДПС уделяется в основном нарушениям правил дорожного движения. Так как если водитель у нас, либо любой участник движения не нарушает правил дорожного движения, то никакого внимания к нему, на него не обращается, как говорится. Поэтому, ну а если, допустим, взять госпекторов регистрационно-экзаменационного отделения, по исполнению административного законодательства, то здесь, наверное, наоборот, участники дорожного движения, они, скорее всего, даже с удовольствием с ними встречаются, потому что это и выдача водительских удостоверений, получение госномеров и информации о штрафах. Главный функционал инспектора ГИБДД – это предупреждать право нарушения, либо все-таки уже наказывать за содеянные? Ну, как вам сказать, законодатель нам определил, что привлечение за нарушение правил дорожного движения – это истинная профилактика. Потому что существуют такие понятия, как повторность правонарушений, за которые были строгое наказание. Поэтому я считаю, что у нас много аспектов в нашей работе, в том числе и предупреждение, и профилактика, в том числе и пропагандистские мероприятия, то есть какие-то беседы, лекции в школах с детьми, с трудовыми коллективами. Ну, всеобъемлющая у нас такая вот работа. То есть вы начинаете работать с участниками дорожного движения, будем так говорить, с малых ногтей, да? Вот даже с детками в детском саду, со школьниками. Да, обязательно. Проводятся различные занятия с ними, игровые какие-то такие вот занятия, что в процессе игры им объясняются те или иные правила дорожного движения. Поэтому дети, в принципе, всегда рады видеть инспекторов в себя, в коллективах. Я считаю, что это правильно. Ну, в отличие от водителей-нарушителей, наверное, рады, да, видеть? Да. А можно ли сказать о том, что профессия полицейского, именно инспектора ГИБДД, это опасная профессия, опасная работа, и регулярно сотрудники подвергаются какому-то риску? Естественно, наша профессия сопряжена с определенным риском. Но риск, как говорится, благородное дело. Как нас считают, да? И мы стоим на страже закона, и поэтому в любом случае находимся как бы на передовой. В любом случае наши сотрудники участвуют в задержаниях, в том числе преступников, в том числе опасных преступников, то есть при различных мероприятиях. Все это есть. Но мы с вами сдачей справляемся. Я считаю, у нас работают профессионалы. Ну и некоторые автовладельцы, да, которые там, может быть, и нельзя их отнести к опасным преступникам, но тоже могут навредить, в принципе, да? Давайте даже вспомним тот случай, в ноябрьский канал с инспектора буквально катали на капоте. Да, в том числе и нерадивые участники, там, скажем, дорожного движения, да. Они тоже предоставляют в определенной степени опасность. То есть автоинспектор, когда он подходит к машине, к нарушителю, он уже морально готов к тому, что человек может себя неадекватно, получается, повести, да? Естественно. Тут автоинспектор, он в любом случае всегда готов, как бы, к любым проявлениям в его адрес. В том числе все это им доносится на инструктажах перед заступлением на службу. Мир личной безопасности. То есть все это под контролем находится. Служба опасна и трудна, как говорится. Да, как говорится, в той песне, да, в старой, наша служба опасна и трудна. Ну вот сложно, тяжело, опасно. Но тем не менее, вот каково в этой профессии девушкам? Не тем, вот кто у нас работает, допустим, да, в административной практике, да, вот в кабинете, а вот конкретно девушкам, которые у нас работают на линии. Ну, наверное, им трудно, как и всем. Не только девушкам, но и парням. Ну, скажем так, в первую очередь, у них все-таки сотрудники полиции. И при заступлении на службу здесь, как бы, грани, можно сказать, стираются, да? Да, потому что сотрудник полиции, он и сотрудник полиции выполняет определенные задачи. Задачи для всех одинаковые, что для мужчин, что для женщин. Ну, зачастую, скорее я так считаю даже, ну и видно это, что все-таки водители, когда сталкиваются именно с спектром девушкой, то есть много положительных эмоций все это вызывает. Вот, а так у нас, в принципе, все равны на службе. Ну, то есть, когда подходит девушка с протоколом, уже как-то и сложно отказаться, да? Да, наверное, так. То есть, если с мужчиной можно еще поспорить по-мужски, а вот с девушками, ну и правда, все же привыкли больше видеть мужчин в патрулях, да? А много у вас девушек на линии работают? У нас сейчас две девушки работают на линии. И так же они, как и мужчины, и в погонах? Так же мужчины, да, они все у нас в погонах, все как положено, получают оружие, заступают на службу. Наравне с мужчинами не со службой, в некоторых случаях даже лучше мужчин. Вот так вот. А вот скажите, если говорить в целом об обстановках на дорогах, да, вот мы поговорили о том, что бывают агрессивные водители, инспекторы рискуют. Ну, вообще, вот в целом, насколько хромает у нас дисциплина в ноябрьске? Ну, вы знаете, если не вдаваясь в статистику, то, как сказать, все, в принципе, у нас на уровне последних лет идет, да? Мы с этим боремся, конечно, много у нас и водителей, управляющих в состоянии, в нетрезвом состоянии. То есть, многие повторно, а повторно, как вы знаете, сейчас уже уголовная ответственность, так называемая 24-я статья закона Уголовного кодекса. Вот. Ну, как бы там ни было, считайте, вот предюбилейный год прошлый и пол-пол этого года, я считаю, мы стабилизировали аварийность в ноябрьском регионе. У нас значительное снижение и по количеству учетных ДТП, и по погибшим, и по раненым. Ну, считаю, мы с своей работой справляемся. Ну, а что вот на это повлияло? Может быть, в конце концов у людей появилось какое-то понимание? Почему так? Конечно, в том числе очень много, как мы уже говорили, много мероприятий пропагандистской направленности, да? То есть, все-таки довести до сознания людей все вот эти проблемы в обеспечении безопасности дорожного движения. Также сейчас стараемся немножко вникать вот в дорожную обстановку. Видите, как у нас дороги не очень у нас хорошие сейчас. То есть, тоже есть, да, проблемы с этим? Ну, я думаю, что это все решаемые моменты. Вот вы упомянули про пьяных, вот это все-таки проблемы современности, да? Вот водители, которые садятся. Я думаю, что это проблема не только ноябрьская, наверное, всей страны нашей. Ну, менталитет у нас граждан, да, еще не совсем переломлен за все эти годы, как мы живем в Российской Федерации. Но я думаю, все равно сдвиги есть, они видны, все больше уже молодых даже людей. Они все-таки стараются не нарушать правила дорожного движения. Но я считаю, что в конце концов эта ситуация будет переломлена в лучшую сторону. Ну, а пока даже уголовная ответственность, да, вот прям уж окончательно не пугают. Все-таки есть же у нас факты, да? Есть, конечно. Я же говорю, люди разные бывают, поэтому такая ситуация у нас на дорогах. Но я слышала еще о том, что у нас есть водители, которые лишены прав чуть ли там не на десятки лет. То есть это же тоже надо накопить, правильно? Человеку настолько все равно? Конечно, и, то есть, как мы знаем, нам законодательством предписано, что все сроки у нас суммируются, сколько там раз попал. То есть все просуммируется. Соответственно, накапливается срок лишения. Ну, в том числе, вы знаете, что многие не сдают водительского удостоверения. Приходят потом после того, ну, срок у них закончился, они подходят в госинспекцию, а срок-то у них прерван, потому что не сдал удостоверение. И он у них заново начинает идти. И такие бывают случаи. Поэтому призываю всех граждан изучать все-таки правила дорожного движения и административный кодекс. И знать не только права и обязанности в первую очередь, да? Да. Вадим Владимирович, ну вот 3 июля у нас ГИБДД исполняется 80 лет. Понятно, что ноябрьские службы несколько моложе все равно. Но, тем не менее, что в преддверии этого праздника Вы хотели бы сказать, пожелать своим коллегам? Ну, конечно, хотелось бы всех поздравить. То есть, все-таки юбилей у нас нечасто, да? 80-летие тоже, скажем, оно единственное. Потом будет 90-е и так далее. Если мы до этого доработаем, конечно, все. Ну, пожелать всем, естественно, большого счастья, крепкого сибирского здоровья. Ну, скажем так, безопасных дорог. Также всем семейного благополучия, потому что семьи наш тыл. Когда мы, как говорится, на передовой, как я уже говорил, у нас дома нас ждут. Нас ждут жены, дети, мужья. Вот. Также хочу поблагодарить личный состав густоинспекции города Ноябрьска за проделанную работу. Вот, как я уже говорил, нам удалось стабилизировать аварийность. Я считаю, что мы с достоинством встречаем 80-летие. Вадим Владимирович, ну, я тоже хочу от лица редакции поздравить вас с предстоящим профессиональным праздником. И еще раз хочу напомнить, что у нас сегодня был и отвечал на вопросы главный государственный инспектор Ноябрьска, Вадим Перепелица. Еще раз спасибо большое. До свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok